Всем привет, друзья! В сегодняшнем выпуске рассмотрим такую тему. У вас есть 1 миллион рублей. Как правильно его вложить? Какие инструменты выбрать? И я вот составил такой портфельчик, который вы можете видеть на экране. Здесь самое главное понимать, что в портфеле должны быть разные типы инструментов. То есть это облигации, это акции, ну и металлы. Кстати, мой портфель, вот этот примерный, он похож на портфель Ray Adalio всепогодный, который защищает и от кризисов, и дает хорошую доходность, и растет в моменты, когда рынки растут. Давайте начнем, наверное, с самой базы, это облигации. Чем прекрасны облигации? Что они дают постоянный доход, они обладают самым наименьшим риском, и облигации вы можете использовать как, например, инструмент накопления. Здесь я выбрал как длинные, так и короткие облигации. Начнем с коротких, с погашением в июле 2024 года, то есть середина июля. Доходность здесь к погашению 12%, то есть 12% годовых вы получите, покупая эту бумагу. Естественно, это не является инвестиционной рекомендацией. Мы здесь смотрим, что, например, можно купить, да, это такой примерный портфель. При этом облигации уже в следующем году дадут вам такую доходность. То есть период вложений, получается, я снимаю, в ноябре чуть больше, чем полгода. Если, например, у вас запланирована какая-то покупка к следующей осени, вы можете выбрать этот инструмент. Если же ваши цели подольше, то вы можете выбрать другие облигации, которые дадут побольше доходности, но и погашение у них вот через 10 лет только. К погашению они доходности дойдут тоже около 12%. Но тут, опять-таки, можно выбрать более выгодные бумаги. Суть в том, что вы можете подольше забронировать, так скажем, эту доходность. Причем здесь, вот именно в этой облигации, суть в том, что если вдруг Центральный банк в течение следующих 2-3 лет снизит ставку, сейчас ставка ключевая 15%, то облигации на размер как раз-таки этой ставки вырастут в цене. То есть вы покупаете текущую облигацию с доходностью практически 10%, при этом, если ключевая ставка упадет, то облигации вырастут в цене, то есть по телу. И вы сможете раньше за собой доходность получить уже не 10%, допустим, с купоном, а, например, получить 12-13% уже в следующие годы. Потом эти бумаги продать и переложиться в другие. То есть это вот такая схема работы с облигациями, которые упали по телу. Сейчас эти облигации, кстати, стоят 970 рублей и 790. Далее мы выбрали облигации федерального займа. Это самые надежные бумаги, они доступны от 1000 рублей. Можем выбрать также и корпоративные бумаги. Тоже, как пример, недавно вышедшая облигация на рынок, это интерлизинг. Здесь доходность аж 17%. Да, больше рисков, но при этом больше и доходность. Кстати, если мы говорим про эту бумагу, то здесь ближайшая выплата купона будет только в декабре уже, в ближайшем. И каждый месяц, 12 раз в год вы будете получать купоны. То есть можно даже составить себе такую купонную зарплату, да, если вы там на пенсии находитесь, можете ежемесячно получать доходность. Ну и плюс, конечно, со снижением ставки. Здесь тоже будет интересная ситуация по этой бумаге. Это, что касается облигаций. И большую часть портфеля, на мой взгляд, правильно, как раз-таки сейчас, более консервативно вкладывать именно в такие долговые бумаги. Если мы переходим дальше к защитным инструментам, на мой взгляд, очень хорошо сейчас смотрится серебро и золото. Как раз доллар немножечко упал, как раз, значит, золото готовится пройти новый рубеж, да, в 2000 долларов. И, в принципе, золото в рублях на московской бирже, которая хранится, оно защищено от разных, значит, рисков. Поэтому мы можем выбрать золото как такой защитный актив в случае, если будет кризис, в случае, если будет девальвация, потому что золото у нас торгуется в долларах, и если падает рубль снова, да, там, доллар пошел к 120, к 150, то золото вместе с этим будет расти. Но не одним золотом, как говорится, поэтому можно рассмотреть еще и серебро, металл, который используется активно в промышленности. И сейчас цены на серебро, в принципе, находятся тоже на интересных отметках. Они, к слову, еще не отыграли, как золото, рост, который там был в 2020, в 2021 году, да, то есть серебро снижается в цене. А в моменты, как раз, когда сейчас большая инфляция, металлы растут. Ну, мы можем здесь еще отыгрывать через другие металлы, просто это самый популярный, самый легкий к покупке. Ну, и по классике акции, то, что мы все любим, да, акции должны быть тоже, но, на мой взгляд, если, например, был бы у меня миллион рублей, я бы вложил процентов 30 только в акции. И тут выбрал просто три бумаги, которые, прежде всего, приходят на ум. То есть это нефтяной сектор, да, тут может быть Татнефть, тут может быть Лукойл, Роснефть, Газпромнефть. Ну, в общем, нефтяной сектор, да, те, кто зарабатывает. Ну, понятное дело, что, вы знаете, да, акции нужно покупать определенным алгоритмом, то есть заходить лесенкой и, ну, там, на определенных уровнях покупать и не превышать долю акций в портфеле определенную долю. Вот. Нефтяной сектор добавил бы обязательно IT-сектор. Здесь может быть Яндекс, здесь может быть Озон, может быть какой-нибудь Финтех, типа Тинькофф Банка, да. И потребсектор, ну, вот Магнит, Х5, что там у нас еще есть? Фикс Прайс, но Фикс Прайс мне не очень нравится. В общем, бумаги, которые будут в случае роста экономики и хорошего развития, так скажем, фондового рынка, да, в России, способствовать большему росту вашего портфеля. Вот примерно так выглядел бы мой портфель, если бы у меня был миллион рублей и задача вложить сейчас выгодно на фондовый рынок. Так, прелесть тут в том, что в целом, да, вот посмотрите на стоимость активов. Этот портфель подходит не только для миллиона рублей, но и для 10 тысяч рублей. То есть, каждую бумагу можно купить, ну, вот за исключением, наверное, золота, да, тут золото дорого достаточно стоит, а так вообще этот портфель может составить и на 10 тысяч рублей. Так что пользуйтесь, друзья, не забывайте, что это все не инвестиционная рекомендация. Сами выбирайте бумаги, в которые будете инвестировать. Ну и, конечно, ваши деньги должны работать. Если видео было полезным, я жду ваших лайков, поддержите канал и удачи! Увидимся в следующих видео.